Ты сильный будь, ты будь смелее Быть сопричастными вместе со всей Россией к открытию зимней Олимпиады в Сочи выразили желание тренеры и воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Невельска. В честь этого события в спортзале спортивного комплекса 8 февраля прошел Олимпийский день. Талисманы игр спортивных олимпийцев берегут. Блеск наград у самых сильных победителям салют. Ребята из школы-интерната продемонстрировали, как нужно заниматься спортивной гимнастикой. А Валерии Майоровой в этот день был вручен значок и зачетная книжка с записью о том, что ей присвоено звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Занятия по этому виду спорта теперь проводятся на базе спортивного комплекса. Мы с Якутии приехали. Три дня назад примерно. Как вам наш город? Ну, вообще хорошо. Только ветер сильный. А у вас не так-то? Нет, у нас только морозы. Там 40 градусов. А что лучше, сильный ветер или сильный мороз? Одинаково. Курболизм, да? Да. Скажите, как вы достигли вот таких результатов, которые нам сегодня показали? Ну, я ездила на сборы очень много раз, на соревнования. И вот постепенно-постепенно так и получилось, что стала КМС. А что этому способствовало? Желание ваших родителей или ваше собственное желание? Нет, это мое собственное желание. Мне родители с детства не хотели отдавать на гимнастику, но я сама пошла. Очень захотела. Получается, их поставили перед фактом, да, уже? Да. Ну, я знаю, что ваша мама, да, как бы здесь является преподавателем, которая будет обучать также здесь здешних нюльчан тем танцем, что владеете вы. Да, моя мама меня же и преподавала. Она сейчас будет преподавать малышей, которые как раз три дня назад набрали. Продолжением праздничной программы стали веселые старты для подростков. А ребята постарше на заснеженном стадионе вырисовывали символику Олимпийских игр. Изображение пяти колец означает основные участвующие континенты, каждый из которых имеет определенный цвет. Европа – синий, Африка – черный, Америка – красный, Азия – желтый, Австралия – зеленый. Олимпийские игры открылись, а этот день, организованный нюльчанами, пусть станет поддержкой для наших российских спортсменов. Ты за кого болеть будешь? Я за наших. Как думаешь, победят? Да. Почему? Ну, потому что страна наша большая и дружная. Мы все делаем олимпийские игры. Одни болеют, другие создают стадионы, а некоторые даже по ним ездят. Ну, я думаю, у нас есть шанс выиграть хоккей, если канадцы не победят нас, керлинг и бобстлей. За Россию, только за Россию. Победит? Я так думаю, что победит. У нас очень много шансов и возможностей для победы в Олимпийских играх. А каких наших спортсменов вы знаете? Я знаю и Плющенко. Как бы много спортсменов. Но наши победят. Россия за нами, Россия, мы с тобой. Олимпийский день продолжился вечером на хоккейном корте. Взрослые команды и юниоры сыграли товарищеский матч, а также соревновались в булитах и в точности попадания по воротам. Виталий Войко, Александр Стрельников, Евгений Романенко. Неверские новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!